Всем привет! Вы уже в ожидании выходных? Вот мы, да! И по традиции подготовили для вас список самых интересных мероприятий, которые будут проходить у нас в округе в предстоящий уикенд. В Челково отметят юбилей двух выдающихся личностей. Первый советский композитор, дирижер и музыкальный педагог Исаак Дунаевский. Он является автором 11 оперет и 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, а также множеству популярных советских песен. Творческий вечер, посвященный 120-летию Творца, состоится в 6 часов вечера в доме офицеров Монина, вход свободный. А вот вторым именинником стал никто иной, как Антон Павлович Чехов. Одному из главных писателей российской литературы исполняется 160 лет. Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в семье купца. Уже в школе у маленького Антона произошла его первая проба пера. Музыка и книги пробуждали в юном Чехове стремление к творчеству. Первую пьесу под названием «Безотцовщина» великий классик написал 18 лет во время учебы в гимназии. Хотите узнать еще больше подробностей? Тогда приходите в субботу в 12.00 в Щелковскую юношескую библиотеку навстречу в литературно-музыкальной гостиной под названием «Сложность простоты». А вот в театрально-концертном центре Щелковский театр в воскресенье состоится концерт ансамбля русской песни «Распевы». Художественным руководителем является заслуженный артист России Геннадий Шалунов. Приходите на рождественские вечерки, уверены, будет весело. Начало в 16.00. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья все выходные будет проходить первенство городского округа Щелкова по мини-футболу среди мужских команд. В субботу игры будут проходить с 16.00 до 23.00, а в воскресенье с 10.30 до 15.30. Предлагаем вам поболеть за местных футболистов. А что на этих выходных нас с вами ожидает в кино? 16.00 января в прокате новая отечественная киноновинка под названием «Не идеальный мужчина». В главной роли, кстати, снялся певет Егор Крид, который, видимо, решил себя попробовать теперь уже в качестве актера. Сюжет комедии довольно интригующий. Девушке Свете не везет с отношениями, она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Все уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей. Но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть, производителю Света упрашивают продать его ей, так как она влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом. И это приводит к самым неожиданным последствиям. Следующая премьера предназначена для похода в кино с детьми. Мультфильм «Риф. Новые приключения» — это захватывающая и смешная история отважного Алекса, рыбы-попугая, который мечтает стать супергероем. Он получает свой шанс, когда у его каравового рифа вспыхивает таинственный поток черной жижи. Тогда Алекс и его приятели «Морской конек», «Угарь» и «Рыба-окунь» уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом. Они сталкиваются с затонувшим кораблем, со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом. На сегодня это все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Проведите эти выходные не скучно. Субтитры подогнал «Симон»!